Здравствуйте, дорогие русские друзья и все зрители канала. Продолжаются пасхальные дни. Среда пятница, правда, теперь уже постные, но остальные дни молостные. Сегодня на завтрак я готовила кашу овсяную с килькой. Азовчанка называла, черноморская, нераздельная в томатном соусе. Килька очень мелкая, прям мальки, мальки просто. И вот там больше томатного соуса, чем кильки, наверное. Но кильки было много в баночке, она плотно набита этой килькой. И вот где-то было грамм 150 у меня овсяной крупы, хлопьев овсяных, не крупы. И в кипятке я заварила, посолила и добавила в банку вот такой вот кильки. Получилось вкусно очень, конечно. Мы позавтракали, вот он еще у нас осталось. Хотя было меньше, чем полкастрюли каши. Она жиденькая получилась, очень хорошо зашла на наши нездоровые теперь уже желудки. На обед я сварила суп со свиной консервой. Я в кипяток положила соль и также чайную ложку. На двухлитровую кастрюльку положила 4 средних картофелины. Предварительно, конечно, помыв, почистив и нарезав на дольки и кубики. Натерла морковки. Большая морковка была, я ее на три части разделила. И вот на три блюда, как бы у меня одной морковки хватило на три дня. Уже морковь покупаем, потому что свою уже, которая была в морозилке натертая, съели. Все, я почти всю ее замораживала в морозильной камере, натертую морковь. Также положила, нарезала луку небольшую, небольшую луковичку. И капусту. Капусту тоже положила немного, чтобы суп был не густой. Муж переболел коронавирусом и сейчас густое, как бы не ест и много не кушает. Совсем мало кушает. Вот такую вот небольшую тарелочку. Ну, я, естественно, тоже. Чаще всего без хлеба. У меня есть печенье несладкое. Бывает, что с печеньем несладким кушаю, чтобы желудок хорошо работал. Ну, а на вечер я собираюсь сделать капустный салат. Вот у меня капусты много еще осталось. На суп отрезала луковку большую, кукурузу. Думала, что у меня зеленый горошек, но это у меня банка кукурузы. Тоже можно. Отварила яйцо. Куриное 4 штуки. Думаю, что на салат сделаю на один раз. Надеюсь, я обычно много готовлю. Но салат много готовить тоже, как бы на другой день его оставляешь. Он уже не того, конечно, вкуса. Если мужу захочется мясного, вот у него есть такие паштеты. Когда я в пост готовила постные блюда. Вчера вот постный был день я рыбный, грибной варила суп. И вот, если постные блюда, и ему хочется мяса, то он на хлеб намазывает вот такие паштеты. Вот в синей баночке паштет сказали хороший очень, а вот этот как бы немножко вредный бекон, печеночный паштет. Но тоже не сильно вредный, тоже можно его использовать. Его покупаем, по-моему, он купил его в фикс прайсе. Ильку тоже там покупал. А также покупаем еще продуктов светофория. Иногда колбасу докторскую. Ну, не часто. Тоже ее используют во время постных дней, бывает. Ну, а я в молозные дни. Можно запить и соком, кому не вредно. Я вот сок яблочный попила, у меня сахар прыгнул. Очень высоко. Поэтому теперь соками больше в празднику поувлекалась. Хватит. Снова садимся на диету. У нас и яблочное варенье есть. Если захотелось, вот соку. Но там сахар очень много. Даже разводила на 3 части. Делила как бы третью часть кружки. И две части, вот третьей воды кипяченой добавляла. И все равно сахар поднялся. Также можно и молоко, и кефир. Я вот сегодня на завтрак после каши пила цикорий. В основном используют цикорий. Или молоко с куркумой вечером. Тоже хорошо. Профилактика воспалительных болезней. Всем доброго здоровья. Мир дому вашему. Мирного неба над голубой. И с наступающим праздником. 9 мая. День Победы. В 45-м году празднуется у нас. Нынче шествие будет. Но мы будем молиться в храме. Так как нам панихиду поставили в 10 часов. Будем молиться в это время. Когда люди. Когда многие, кто не ходит в храм. Они будут идти шествием к памятникам. Усопших бойцов. И ветеранов войны. И те, кто работали во время войны в тылу. Всех буду чествовать. Мирного неба над головой всем.